Во всех городах и даже селах, находящихся на территории бывшего Советского Союза, среди всех высаженных растений, несомненно, первое место занимают тополя. Именно их повсеместно сажали во времена СССР на бульварах крупных и не очень городов, в райцентрах, поселках городского типа и вдоль дорог. Правда, сегодня многие жители всех этих населенных пунктов вряд ли рады такому засилью именно этих деревьев, ведь в летнее время с тополей летит пух, заставляя страдать население. Почему же советское руководство отдало им пальму первенства в деле озеленения страны? На самом деле в Советском Союзе специально выращивали тополя для последующей высадки в городах и вдоль трасс, а в крупных населенных пунктах массово сажали эти деревья в спальных районах. Чем сильнее заселялся микрорайон, тем, соответственно, больше высаживали на его территории тополей. Тем самым реализовывался проект, который был разработан еще во время правления Иосифа Сталина. Именно он дал указания по высадке растений буквально в каждом городе и поселке СССР, независимо от его размеров и густонаселенности. Сейчас это вызывает крайнее недовольство и даже раздражение жителей, ведь во время цветения от тополиного пуха просто невозможно спрятаться, он летит в квартиры. Однако не стоит обвинять эти прекрасные деревья в покраснении глаз или повышенной слезоточивости. На самом деле конкретно на тополиный пух явление крайне редкое. Но пушистые комочки летят с деревьев именно в то время, когда начинается сезонное цветение других растений, которые как раз и являются сильнейшими, в том числе и дикорастущие злаки. Пух всего лишь собирает их пыльцу и, соответственно, разносит ее по всей округе. На самом деле тополь для озеленения всей страны был выбран совсем не случайно. Во-первых, это растение не требует каких-то особых условий. Оно прекрасно переносит как жару, так и холод, а также неприхотливо к составу почвы и не нуждается в специальном уходе. Во-вторых, на его рост почти не влияют выхлопные газы автомобилей и вредные выбросы крупных предприятий. Напротив, они их перерабатывают, очищая воздух от ненужных веществ. К тому же жизненный цикл тополя составляет в среднем около 100 лет. И третий, немаловажный фактор, заставивший выбрать тополь для высадки в городах – его компактность. В один ряд можно было посадить больше именно этих деревьев, чем, к примеру, каштанов или клёнов. К тому же вытянутая форма кроны сокращала риск падения веток до минимума, и обрезка им требовалась, когда дерево уже доходило до крайней степени ветхости, а к тому моменту обычно их успевали убрать. Таким образом, определяясь между несколькими видами растений, руководство Советского Союза отдадало предпочтение тополям. Стоит отметить, что во внимание принимались еще и результаты многочисленных исследований, которые доказали очень хорошую очищающую способность тополей. Они фильтруют воздух от вредоносных веществ, содержащихся в городах в большом количестве. Тополь без преувеличения можно было назвать идеальным растением для городской среды. Именно поэтому проект озеленения населенных пунктов тополями прошел очень быстро. Фактически, они росли вместе с новыми микрорайонами во всему Советскому Союзу, а в некоторых местах даже с опережением. Очень быстрое озеленение городов Советского Союза было обусловлено несколькими факторами. Первым из них было то особое внимание, которое уделялось вопросам повышения качества жизни граждан огромной страны. Высадка зеленых насаждений должна была сделать существование в крупных городах более безопасным, уютным и комфортным. Упор делался на то, чтобы в течение последующих 15 лет растения уже начали активно выполнять свои функции по очистке воздуха. Поэтому посадку начали массово и пускали в ход все имеющиеся ресурсы. Коммунальные службы бесперебойно получали саженцы, а рядом со зеленителями работали и простые граждане, которые с радостью принимали участие в субботниках. Правда, в спешке перестали разбираться в том, какие именно саженцы идут в дело. Тополя могут быть с пыльниками, мужскими цветками, или с маточниками, женскими цветами. Предполагалось, что будет осуществляться высадка именно мужских тополей. Однако что-то пошло не так, и в городах появилось огромное количество женских тополей, от которых пух летит стеной. Можно заметить, что в последние годы количество пуха в городах уменьшается. Это говорит о том, что женских деревьев становится на улицах все меньше. Но тополя по-прежнему высаживаются, просто отсутствие спешки и активное развитие селекции позволяют исключить посадку пуховых деревьев. Кстати, селекция сегодня на самом деле творит чудеса. Правда, иногда она может сыграть и злую шутку. Тополя начали активно высаживать в 50-х годах прошлого столетия, когда после войны города СССР восстанавливались из руин. Тогда заново нужно было застроить и привести в порядок огромное количество городов и сел, и параллельно проводилась программа по их озеленению. Сталин дал распоряжение о повсеместной высадке тополей. Эти деревья он выбрал по совету сотрудников Горзелинстроя по двум причинам. Тополя очень быстро растут, а также они неприхотливы и не требуют специального ухода. Тополя известны как уникальные фильтры, они задерживают частицы пыли, витающие в воздухе крупных городов и промышленных центров. Эти деревья освежают, увлажняют и обогащают воздух кислородом, кроме того, тополь устойчив к экологическим условиям мегаполиса. Дерево берет на себя излишки влаги из почвы, а зимой способно выдержать реагенты и соли, которыми обрабатываются улицы. Помимо прочего, тополя абсорбируют металлосодержащую пыль в тористые и сернистые соединения, а также до 90-98% радиации естественного фона, сообщает эколог Татьяна Ефримова. В СССР проблем с пухом не было, потому что для озеленения городов отбирались исключительно мужские особи, которые не способны выделять пух. Однако тополь – дерево хитрое, и в неблагоприятных условиях оно способно менять пол и, соответственно, начать пушить. После распада Советского Союза за деревьями перестали ухаживать, их обрезали и вырубали. В ответ мужские особи тополей трансформировались в женские и начали активно выделять пух, чтобы распространить семена и сохранить свой вид. Обилие пуха привело к тому, что в городах участились случаи пожаров, а у их жителей обострилось течение, сезонный тополиный пух легко воспламеняется, горит моментально и во всех направлениях. Как результат, резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасностью возгорания подвержены деревянные строения, гаражи и стоянки автомобильного транспорта, уведомляет администрация Санкт-Петербурга. Города не могут жить без тополей, найти замену тополям трудно. В Департаменте природопользования Москвы утверждают, что нет такого дерева, которое бы по своим свойствам полностью соответствовало тополю. Так, информационный центр ФОБОС сообщает, что один тополь с мая по сентябрь поглощает более 40 килограммов углекислого газа, тогда как дуб 28, липа 16, а ель лишь 6. Тополь для экологии лучше всего. Другие лиственные и хвойные деревья не так хорошо переносят загазованность. Липы и клёны способны выжить локально, в основном в парковых зонах, а не вдоль дорог, как тополя. То же касается сосен и елей. Заявляют в Департаменте природопользования Москвы, сейчас в большинстве городов тополя просто обрезают, чтобы они давали меньше пуха, а некоторые регионы ищут альтернативу. В Ульяновске, например, выводят новый сорт тополей, которые в принципе не пушат. Сегодня тополь – незаменимое, с точки зрения экологов, дерево. Оно наиболее эффективно очищает воздух и стойко переносит непростые для растений условия современных мегаполисов. Поэтому в ближайшие годы нам предстоит бороться с летним снегом в ожидании нового сорта деревьев – уникальных тополей, которые не будут выделять пух. А зеленительная кампания во второй половине 1950-х прошла не только в Москве, но и по всей огромной стране Советов. Советские дворы вскоре зазеленели, но оказалось, что у тополя есть не только достоинства, но и недостатки. В момент цветения тополиный пух на самом деле это семена, только очень пушистые, вызывают у людей, склонных, очень сильную реакцию. Вызывают не сам пух, а семена злаковых, которые зацветают в одно время с тополем. Легкий пух, горкой скапливающийся на земле и на асфальте, является их переносчиком. Что с этим делать, не очень понятно. Экологи предупреждают, что вырубать тополя – плохая идея. Качество воздуха так снизится, что это перекроет все плюсы от отсутствия пуха. Заменить тополя пока нечем. Правда, селекционеры лет пять назад вывели сорта, не дающие пуха. Но пройдет, видимо, немало времени, прежде чем взрослые деревья, за полвека переросшие хрущевские пятиэтажки, удастся постепенно заменить на молодые. Страну нужно было восстановить как можно быстрее. Поэтому выбор упал на тополя, так как они очень быстро растут и совсем неприхотливы. Их можно было сажать очень близко друг к другу. Масштабы восстановления были огромные, а тополя не нуждались в ежедневном уходе, их не нужно было дополнительно поливать или удобрять. Кроме того, тополь является лучшим природным очистителем и увлажнителем воздуха. В годы СССР чистота воздуха, благодаря этим деревьям, была на самом высоком уровне. Полезность тополя была еще доказана учеными в советское время. Тополь выделяет очень много кислорода и поглощает ядовитые вещества, выделяемые некоторыми предприятиями. Тополь может прожить до 100 лет. В период цветения деревья распространяют тополиный пух. Он может загореться и есть опасность возникновения пожаров. В связи с этими причинами в последнее время идет массовая вырубка тополей, а вместо них высаживают деревья других сортов и видов. Но с точки зрения экологии тополю нет равных. Продолжение следует...